добрый день всем смелыми решительным инвестором это проект географии инвестиций я сразу хочу вас предупредить о том что спекуляция акциями да и вообще инвестиции это очень рисковое занятие так что будьте внимательны и осторожны на фондовом рынке кроме акций и облигаций еще существует множество инструментов и некоторые инвесторы не хотят вкладывать деньги в биржевые пифы или эти фонды потому что беспокоятся а вдруг фонд обанкротится или его закроют и они потеряют свои деньги стоит ли этого всерьез бояться и почему и так что же такое инвестиционный фонд инвестиционный фонд это набор активов собранный по определенному принципу это может быть фонд акции крупных американских компаний согласно индексу s&p 500 или фонд золото на самом деле фонд не может обанкротиться это портфель для ценных бумаг или товаров у него нет долговых обязательств и нет кредитного риска долю в биржевом пифе называют пая в ете акции цена акции или пая зависит от стоимости частных активов в составе фонда если активы дорожают доля в фонде тоже дорожают активы падают доля фонде дешевеет вроде бы все просто если активы фонда подешевеет до нуля то доля фонде ничего не будет стоить но такой сценарий крайне маловероятен так как для этого стоимость всех ценных бумаг или товаров составе фонда должны обнулиться может быть и такой сценарий что и те провайдер или управляющая компания то есть создатели фонда могут потерять лицензию обанкротиться или перестать работать однако эти провайдеры или управляющая компания не владеют активами фонда ценные бумаги и другие активы фонда принадлежат инвесторам владеющими долями фонде и учитываться в депозитарии отдельно от средств провайдера или управляющей компании то есть простым языком это звучит так проблемы того кто создал фонд и поддерживает его работоспособность не должны привести к потере активов еще один сценарий может быть таков что и те в провайдера или управляющая компания могут закрыть фонд как пишет financial times в 2020 году в мире было закрыто 297 и те фондов или 5,5 процентов от их общего числа при этом появились новые 318 эти фондов обычно фонды ликвидируют из-за их непопулярности если фонд привлёк мало средств инвесторов комиссия не окупает расходы на его работу и фонд получается невыгоден чем крупнее фонд тем менее вероятно что его закроют если биржевой фонд решается закрыть то и те в провайдер или управляющая компания должны заранее сообщить об этом владельцам долей фонде до момента закрытия инвесторы могут продавать акции или по и на бирже а могут оставить их на счете и дождаться денег от ликвидации фонда когда торги фондом на бирже прекратятся активы фонда будут распроданы тем инвесторам кто не продал акции или по и фондов к этому моменту деньги за них поступят на брокерский счет или из а ценные бумаги исчезнут оттуда дело для этого ничего не надо весь расчет производится как при погашении облигаций и так как же происходит закрытие фондов компания феннекс провайдер большинства эти фондов на московской бирже 16 января 2020 года объявила что через месяц закроет свои фонды состоящие из акций австралийских японских и британских компаний эти тф составляли около пяти процентов от всех активов фонда феннекс последний день торгов был назначен на 14 февраля до вечера этого дня акции фонда можно было купить и продать на московской бирже в обычном порядке в торгах участвовали маркетмейкеры фонда обеспечивающие ликвидность и близость биржевой цены фонда к справедливые то есть расчетный расчетная цена это стоимость чистых активов фонда разделенная на число акций этого фонда и так фонды которые закрывались были ликвидированы 17 февраля их активы были распроданы тем инвесторам кто к этой дате не продал акции фонда деньги за них были отправлены 20 февраля скорость зачисления денег на брокерский счет или из зависела от брокеров но деньги в любом случае не потерялись но стоит понимать что закрытие фонда может привести к некоторым неудобствам допустим если фонд торгуется на российской бирже закрывается менее чем через три года с даты когда инвестор купил его акции или по и инвестор может потерять вычет за долгосрочное владение если продажа или погашение долей в фонде принесла доход придется оплатить ндфл если речь не про и с вычетом b если фонд закроют в кризис когда активы в нем подешевели это может привести к финансовым убыткам что конечно очень неприятно но инвестор может вложить освободившиеся деньги в похожий фонд если считает что рынок восстановится а зафиксированный убыток снизит налоговую базу от прибыльных сделок если у закрытого фонда нет аналогов инвестору придется пересмотреть свою стратегию но закрытие биржевых фондов это сравнительно редкий сценарий по крайней мере в россии за несколько лет закрылась лишь три небольших и те фонда преимуществами фондов является диверсификация и простота использования своем инвестиционном портфеле я использую небольшую долю и те фондов боевыми фондами я не пользовался никогда в жизни и решать вам покупать его вкладываться нет но и те фонды меня вполне устраивают я вижу постоянный рост и в принципе это достаточно нерисковый актив я могу его назвать и так чем более чем акции но все равно моем портфеле доля акции это где-то 80 процентов и 20 процентов это и те фонды спасибо что досмотрели это видео до конца спасибо всем тем кто оценивает мои видео ставит лайки подписывается оставляет комментарии до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока а